Чтобы томаты активно росли и плодоносили, чтобы они дали хороший урожай, им потребуется фосфор, калий, азот и другие компоненты в большом количестве. Все они есть в земляной массе растений, которые уже растут на вашем участке, в сорняках, диких травах и других растениях. Поэтому я советую всем использовать подкормку для томатов из травы и воды, больше ничего не нужно. Это неисчерпаемый источник азота в легкоусвояемом виде, и к тому же проблема, куда девать сорняки с участка, больше вас не побеспокоит. Чтобы приготовить такой раствор для удобрения томатов, не нужно соблюдать какие-то четкие пропорции. Подойдет простая бочка или бак, куда необходимо сложить траву и залить водой. Бак должен быть пластиковым. Если использовать металлические емкости, при процессах брожения они будут очень быстро ржаветь. Простейший рецепт приготовления такого удобрения следующий. Бочку на две трети нужно заполнить сорняками и травой. Растения крупно нарезаем и очень важно, чтобы в них не было завязавшихся семян. Воду наливаем не до самого верха, поскольку раствор будет бродить и выделять пену. Сверху бочку нужно закрыть и обвязать. Если у раствора не будет доступа к воздуху, бактерии гораздо быстрее переработают растения. Периодически необходимо снимать крышку и перемешивать раствор. Как только раствор перестанет выделять пену, раствор готов. Для этого потребуется примерно пару недель. Лучше всего для такого раствора подходят одуванчик, полынь, крапива, чистотел и бобовые растения. А вот злаковый и полевой вьюнок могут выделять яды и опасные спирты, поэтому использовать их я не советую. Вся зеленая масса в таком удобрении полностью опустится на дно и фильтровать раствор не нужно. Но перед поливом нужно обязательно разбавить этот концентрат водой. Для корневого внесения нужно взять раствор с водой в пропорции 1 к 10, а для опрыскивания 1 к 20. Подкормку нужно делать с появлением каждой новой цветочной кисти. Обычно делают три подкормки на трех кистях. Для усиления эффекта можно чередовать корневые подкормки с листовыми. Но если вы решили делать опрыскивание, то лучше всего проводить его либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы солнце не преломлялось через капли раствора и не оставляло ожоги на листьях.